Добрый день, меня зовут Владимир Соколинский, доктор натуропатии. Если вы не видели предыдущее видео о том, какие металлы вызывают непереносимость при имплантации зубов и при протезировании с помощью металлокерамики, обязательно посмотрите это предыдущее видео, потому что сейчас это продолжение. Сегодня говорим о СНАЗ, синдроме системной аллергической реакции на никель. Добрый день, какие есть симптомы у этого состояния, то есть это уже у тех, у кого произошла либо имплантация, либо протезирование, и обнаружили у себя вот внезапно такие проявления, которых раньше не было. Это крапивница, высыпание на кожу, терматит, это герб, как ни удивительно. Многие не знают, что герб, то есть заброс желудочного содержимого, содержимого 12-перстной кишки, то есть желчи в желудок и в пищевод, с характерными такими симптомами ночных проблем с горечью во рту, с кислым содержимым, с чувством, как будто что-то обжигает пищевод. Так вот, герб может быть проявлением системной аллергической реакции на никель. Возьмите на заметку, если у вас есть такие проблемы. У нас есть отдельное видео про герб, именно то, что связано с нарушением вегетативной регуляции со стороны, как психосоматического состояния. Но вот может быть пайчина и в зубах. Потом головные боли. Ну, головные боли, такие, которых раньше вот не было, а после протезирования они стали часто беспокоить. Естественно, могут быть и другие объяснения, почему это может быть давление, это может быть какая-то другая интоксикация, вплоть до запоров, что угодно. Но, в общем-то, можно провериться и на содержание никеля в организме. Вот такие вот проявления у этой патологии. Боли в животе, кстати, тоже достаточно характерны. Тоже такой симптом, который, в общем-то, не настраивается сразу на размышления о зубах. Но, в первую очередь, все-таки, запомните, избыток никеля в организме – это кожные проявления. То есть, такая видимая аллергия. Что можно сделать, какие анализы можно предпринять, чтобы исключить такой сценарий развития событий перед протезированием, перед имплантацией? Врач, который с вами работает, он, естественно, вам посоветует какой-то набор анализов. Но я вам просто скажу такие вещи, которые вот нужно было бы сделать дополнительно, если вам их не назначили. Это печеночные пробы, так называемые трансаминазы – это АЛТ, АСТ. Это ГГТП. Об этом анализе, который многие трактуют просто как анализ на проявление застой желчи. А на самом деле по ГГТП можно судить об общем уровне интоксикации в организме. Так вот, его тоже можно сделать, этот анализ. У нас есть отдельное видео, посмотрите, пожалуйста. Кроме этого, общий уровень воспалительной реакции в организме – С-реактивный белок. Сдайте анализ на уровень витамина D, потому что он вам пригодится для того, чтобы потом использовать те рекомендации по применению натуральных средств. Вы будете понимать, есть у вас проблемы с образованием новой костной ткани. То есть уровень витамина D, хоть это и не дешево, но надо знать. В первом видео я рассказывал о том, что существуют специфические тесты на непереносимость титана, специфические тесты на непереносимость конкретных материалов, из которых делают импланты и коронки, а также абатменты. Но это такая вещь сильно дорогостоящая. Я обращу ваше внимание на анализ по волосам на микроэлементы, который позволяет до операции понимать общий уровень у вас накопления металлов. Если он там повышенный, то есть из вашего организма выводятся металлы, анализ по волосам довольно-таки точный, потому что он показывает выделение за последние месяца. Так вот, если там уже обнаружилось изначально на масс-спектрографии, что у вас и так был повышен алюминий или никель, или железо, или хром, или кобальт, то, конечно же, нужно сначала его устранить, а потом уже идти на протезирование. Иначе это просто безумие. Вы практически гарантированно получите себе проблемы. Какие еще нарушения в работе организма требуют подготовки заранее? Ну, поскольку мы с вами понимаем, что накопление металлов – это хроническая интоксикация, значит, все, что связано как-то с нарушением работы системы детоксикации, требует от нас повышенного внимания. То есть, например, камни в желчном пузыре указывают на то, что не очень хорошо работает печень. Значит, нужно с ними поработать заранее. Хронические запоры, синдром раздраженного кишечника – все это заставляет нас за 3-4 месяца начать подготовку. Я в описании к видео дам ссылочки на отдельные видео, которые посвящены вот именно этим отдельным проблемам – камням в желчном пузыре, раздраженному кишечнику, проблеме запоров. Если у вас часто болит горло и до всякой имплантации, то обязательно проверьте свой организм на наличие инфекций в полости рта. Анализ на осло покажет вероятность активности стейптокока. Это важно, потому что он сам по себе провоцирует аутоиммунные нарушения. В сочетании с операцией это может быть слишком. Второе – это грибковая инфекция. Если у вас есть основания думать, что в организме активны грибы, даже не обязательно в полости рта вы видите какие-то белые налеты, например, а часто молочница, в анализе высевалась кала и так далее. То есть, знайте, что грибы, кандида, может быть активна. Значит, тогда микроскопию нужно сделать, чтобы убедиться, что в полости рта там все благополучно. Если все-таки неблагополучно, вот вам пару видео, которые можно посмотреть на тему грибов, на тему стейптокока. Ну, естественно, вы всегда консультируетесь с врачом, чтобы он в курсе был всех ваших действий. То есть, натуропатия, на мой взгляд, очень эффективна. Но, конечно же, мы с вами понимаем, что не говорим сейчас об острых каких-то формах. То есть, мы говорим сугубо о таких хронических историях, когда что-то в анализах активно, но проявлений нет. Теперь, что мы делаем в норме, если вот никаких симптомов, никаких особых патологий нет, и хотим подготовиться к имплантации так, чтобы все проходило гладко, спокойно. За два месяца я вам сейчас буду рассказывать свой подход. Вот что я буду делать, да, то есть, это протокол, который я сделал фактически для себя. И вам советую сделать то же самое. Исходя из здравого смысла подготовки к оперативному вмешательству, которое требует потом активного роста костной ткани, и которое протекает в условиях среды, где много патогенных микроорганизмов, которые вносят в организм металлы, которые теоретически вызывают непереносимость, могут вызывать. То есть, соответственно, мы проводим на первом месте детокс и поддержку противовоспалительной активности. И плюс поддержку микрофлоры. Что мы делаем? За два месяца начинаем пить застегиум детокс 65. Плюс поддержка, это для очищения крови и слизистых. Плюс поддержка печени. Лайвер 48. Плюс активный пробиотик с цинком. Это баланса advanced пробиотик. Сейчас, если я про каждую начну рассказывать, это будет нереально. Поэтому, либо в комментариях спросите, мы вам пришлем ссылочки, либо просто зайдите на сайт Центра Соколинского в Петербурге и посмотрите, там все подробно написано, что это такое, по каким схемам принимать. Схему выложу тоже на сайте, ссылочку дам. Теперь, все зависит от того, дополнительные действия, зависит от того, что у вас в анализе на уровень витамина D. Если витамин D пониженный, то принимаем витамин D. За два месяца начинаем, как минимум. В дозировке рекомендованы специалисты. Если у вас проблемы вообще с костной тканью выявлены на КТ или на ортопантомограмме, значит, начинаем принимать за два месяца до операции звездные кальции. Это не просто кальций, это даже не столько кальций. Это комплекс, который помогает организму, тот кальций, который вы получаете из пищи, ну или будете дополнительно даже принимать, направить в том направлении, которое должно быть, то есть в кость, а не так, чтобы он у вас откладывался в сосудах, в суставах и других тканях. То есть за счет действия витамина К2, менохинона, это очень серьезные, значительные исследования последнего десятилетия, которые показывают, что в усвоении кальция большую роль играет вот этот витамин К2. Так вот, за счет него происходит перенаправление в организме кальция, правильный его обмен, правильное его усвоение. То есть вы можете меньше принимать дополнительно кальция и то, что даже из пищи будет идти просто в кость и будет гораздо лучше заживление. Первый месяц перед имплантацией продолжаем баланс адванс пробиотик для поддержки микрофлоры, продолжаем поддерживать печень Лайвер-48, подключаем мегаполинол, это омега-Т кислоты из рыбьего жира, природные противовоспалительные средства. И подключаем набор минералов, витаминов, аминокислот, хлорофила из Дейлики. Это стопроцентная биореакторная хлорела. При необходимости, если там была проблема, продолжаем витамин Д. При необходимости, если была проблема с костной тканью, продолжаем звездный кальций. После имплантации застегом Детокс-65 еще в течение месяца Дейлика, мегаполинол, при возможности, если вам несложно это заказать, стимулирует развитие костной ткани, препятствует воспалению, препятствует активности патогенных микроорганизмов в куркумином КО-10 комплекс в нашем европейском центре. Вот сейчас на экране вы видели те натуральные средства и те схемы, которые я рекомендую. Еще раз повторюсь, что ссылочка, либо запросите в комментарии, либо посмотрите в описании к видео. Ссылочка на сайт, где все это можно найти. Почему именно эти средства? То есть они выбраны по направлениям. То есть нам нужен был качественный пробиотик, качественный природный противовоспалительный, качественный контролер кальция, скажем так, усвоение кальция, качественная поддержка печени, качественное очищение крови от металлов. Естественно, я использую то для себя, буду использовать то, что у нас разработано именно в нашем центре на протяжении 20 последних лет. И мы копили исследования именно этих средств. Можно ли это все заменять, искать где-то поблизости? Я не думаю, что в этом есть смысл. Тогда нет смысла слушать меня. Тогда можно просто экспериментировать самостоятельно. Если все-таки мое мнение, то вот эти средства. Значит, если уже произошло протезирование и выявилась непереносимость к импланту или металлокерамики, что делать? Ну, прежде чем понимать решение, что надо все это удалять, как одна женщина написала, все, теперь только съемные протезы годятся мне. Нет, погодите. Снизьте сначала общий уровень интоксикации в организме и увидите. То есть с помощью Zosterium Detox, Liver 48, Balance Advanced Probiotic. Месяц хотя бы принимайте и увидите. Если вам стало лучше с всеми симптомами, которые вы относили к непереносимости, значит, можно жить с вашими имплантами. Считайте, сэкономили кучу денег. Но, естественно, периодически они будут продолжать выделять металлы, поэтому периодически вот этот курс детокса раза 4 в год придется проходить. Но тут уж смотрите, что вам выгоднее. Если у вас есть какие-то свои истории о том, как вы готовились к имплантации, или какие изменения возникли в организме, какие симптомы возникли после имплантации, какие анализы вам помогли, пожалуйста, напишите в комментариях. Я думаю, что это будет полезно обсудить, и для других тоже будет полезно. И, кстати, для других будет очень полезно, если вы подпишетесь на этот канал, потому что таким образом вы даете понять Ютубу, что мы делаем что-то действительно нужное. Будьте здоровы, берегите себя, подписывайтесь на канал, отмечайте колокольчик, не пропускайте новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok